Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Слово Церкви». Меня зовут священник Иаков Матросов, и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вопрос первый от Николая. Что означает имя нашего Господа Христос? Вы знаете, имя нашего Спасителя Иисус, когда Он родился, то Его назвали Иисус, и Иисус переводится как Спаситель. А Христос – это уже наименование, которым Его стали называть, когда Он вышел на проповедь. К примеру, когда Иисус спросил у Своих учеников, за кого вы меня почитаете, то есть кем вы меня считаете, Петр, апостол Петр сказал, что «Ты Христос, сын Бога Живаго». И вот это наименование «Христос», которое переводится как «помазанник». Оно в Ветхом Завете, то есть еще до Христа, относилось к пророкам, к царям, то есть к тем, кого помазали или поставили на какое-то служение. И вот это наименование «Христос» обозначало при жизни Господа нашего Иисуса Христа. И сейчас обозначает то, что Он является помазанником, то есть не просто Сам от Себя проповедовал, а был послан Своим Отцом на это служение. Вопрос следующий от Анны. Можно ли носить крестик не на шее, а, например, на руке? Вы знаете, в русской традиции, в современной русской традиции мы носим крестик, как правило, на шее под одеждой, хотя изначально, когда эта традиция формировалась, то христиане носили какие-то символы, которые должны были показать, свидетельствовать окружающим, что этот человек христианин, и, конечно, главным таким символом и основным являлся крест. носили его сверху на одежде, чтобы как раз-таки этим самым свидетельствовать, не утаивать, не скрывать, а явно показывать окружающим, что я христианин, и не стыдиться этого. В современной традиции мы носим крестики под одеждой, но в других странах есть разные традиции, к примеру, на Святой Земле, в Палестине, арабы не всегда носят крестики на шее, а у некоторых арабов, у многих арабов, я видел такую традицию, что они делают на руке или на пальцах татуировки в виде креста. Для нас это весьма странно выглядит, и я не призываю всех делать татуировки в виде креста, но традиции бывают разными, поэтому если по той или иной причине человек не может носить крестик на шее, к примеру, у него заболевание щитовидной железы, и нельзя, чтобы веревка или цепочка передавливала ему что-то, или проблемы с кожей на шее, то нет проблем действительно носить крестик каким-то другим способом. Вопрос следующий, очень важный, от Павла. Можно ли причащаться каждый день? Павел, в разные периоды христианства, в разных странах были разные традиции, насколько часто миряне причащаются, и есть мнение на этот счет святителя Иоанна Златоуста, автора литургии, очень известного святого, который жил в IV веке, вот святитель Иоанн Златоуст говорит, что на каждой литургии, на которой присутствует христианин, он должен причащаться. И это мнение, я считаю, актуально и сегодня, потому что литургия – это богослужение, смысл которого заключается в том, что во время литургии происходит величайшее чудо – хлеб и вино превращаются или присуществляются в тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, и верующие в него люди, христиане, приобщаются к Господу Иисусу Христу таким образом через принятие его тела и крови. И, конечно, с точки зрения Иоанна Златоуста, прийти на литургию и не причащаться – это неправильно, и он даже достаточно жесткими такими эпитетами обращается к тем людям, которые так поступают, то есть приходят на литургию и не причащаются. Он говорит, что вы пришли на пир, на званный ужин и не поели. Как на это посмотрит хозяин, то есть Бог? Можем представить эту ситуацию, если нас позвали в гости на день рождения, а мы не стали есть, просто сидим за столом и не едим. Конечно, это странно. Поэтому, на мой взгляд, нужно причащаться на каждой литургии, на которой человек присутствует. И те периоды исторические, когда эта традиция была нарушена, когда люди причащались гораздо реже, к примеру, в XIX веке часто многие люди причащались, верующие люди причащались раз в год или несколько раз в год. И эта традиция в то время, она лишь показывала общее обмершвление, общее оскудение духовности среди людей. И, конечно же, эту традицию не нужно воспринимать как некий образец. Вопрос, можно ли причащаться каждый день. Были такие святые люди, которые причащались каждый день. К примеру, святой Иоанн Кронштадский, он был священником, он служил литургию каждый день, а священник, когда служит литургией, он всегда причащается. Соответственно, святой Иоанн Кронштадский причащался каждый день. Но и жизнь он вел такую, что действительно каждый день стремился к святости и много сил на это клал. Если человек является священником и у него есть благословение архиерея служить каждый день, то он тоже будет причащаться каждый день. Если человек не является священником, не живет в монастыре, живет в миру, то сложно себе представить, чтобы он имел такую возможность каждый день посещать литургию причащаться. И все-таки такая интенсивность духовной жизни должна быть связана с серьезной духовной работой, которую человек проводит. Чтобы это причастие ежедневное не стало для него чем-то таким обыденным и он не стал к этому относиться менее серьезно. Это важно. Вопрос от Марины. Как правильно понимать заповедь о любви к врагам? Здесь нужно правильно понимать, что такое любовь. Часто мы думаем, нам может показаться, что любовь – это некое такое благостное, елейное, проявляющееся через улыбку отношение к окружающим. Это не всегда так. любовь – это искреннее желание счастья другому человеку. И как мы можем прочитать в Священном Писании, от лица Божия есть такие слова, «Кого любит Господь, того наказывает». Церковно-славянское слово «наказывает» переводится как «вразумляет». Но эти выразумления иногда бывают и через наказание. Так вот, любовь Божия, а мы должны, конечно, в своих действиях и в проявлении своей любви к окружающим руководствоваться, ориентироваться на Бога, на то, как Он проявляет эту любовь к людям. Вот, когда Бог проявляет любовь к людям, то эти проявления любви, они не всегда бывают такими благостными и не всегда это такое поглаживание по-шерстки, если так можно сказать. Иногда, когда человек заблуждается и нуждается в какой-то серьезной встряске, чтобы, для своего же счастья, чтобы избавиться от каких-то проблем, чтобы повернуть, свернуть с той негативной дороги, с какого-то плохого пути, на котором он стал, для этого иногда нужны человеку какие-то серьезные такие жизненные проблемы, неурядицы, которые Господь ему посылает, чтобы человек опомнился. И это тоже проявление любви. И вот если мы смотрим на любовь именно как на такое искренное желание счастья другому человеку, счастья настоящего, то через призму этого нужно понимать и любовь к врагам. Смотря кто твой враг. Если твой враг это просто человек, который не взлюбил тебя на работе, какой-то человек, который делает тебе пакости и недоброжелатель твой, то нужно стремиться конечно к тому, чтобы искренне желать ему добра, искренне желать ему счастья, искренне желать и делать все, чтобы эту конфликтную ситуацию разрешить. И чтобы потом, когда эта конфликтная ситуация разрешилась, с этим человеком простить его и от всей души улыбаться ему и желать ему добра и здороваться с ним не сквозь зубы, а от всего сердца, вот эта любовь к врагам и ее проявление в каких-то бытовых ситуациях. Если мы говорим о любви к врагам, которую проявляет христианин, в том числе и сотрудник правоохранительных органов, к примеру, ведь есть бандит, который убивает людей, который каким-то другим образом доставляет серьезные проблемы обществу. И если человек, христианин, является сотрудником правоохранительных органов, то его задача этого человека остановить, этого бандита. И это тоже проявление любви к врагам. Этот человек в данном случае он оппонент, он враг, но остановить его, не дать ему совершить еще больше преступлений, это тоже проявление любви. Иногда, к сожалению, приходится ради этого и какими-то жесткими способами останавливать человека, если он не понимает по-другому. Поэтому проявление любви к врагам это не всегда какие-то такие елейные действия с улыбкой. Иногда это и какие-то действия, которые кажутся внешне как не проявление любви, но на самом деле являются проявлениями настоящей глубинной истинной любви к человеку. Вопрос от Валентины Ивановны. Мои дети хотят обвенчаться, но мы не знаем, был крещен мой зять, можно было бы предварительно его окрестить. Дорогая Валентина Ивановна, зятя крестить вам без его особого желания точно не надо. Если этот человек сам хочет быть христианином, то тогда он должен принять, конечно же, таинство крещения и затем обвенчаться. Если же у него такого желания нет, то нужно подождать, пока такое желание возникнет. Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к концу. Благодарю за внимание. Если у вас есть вопросы, на которые вы ответы хотели бы услышать в рамках нашей программы, то просьба присылать их по адресу электронной почты, которую вы видите на экране. Всего доброго. Редактор субтитров